МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эту землю на пересечении улиц Мира и Парижской коммуны в XIX веке приобрел известный купец Николай Герасимович Годолов. В 1876 году родоначальник династии построил здесь двухэтажный каменный дом. Спустя пять лет в усадьбе случился серьезный пожар. С большим трудом дом восстановили. Спустя время в нем распахнули свои двери для горожан, бокалинная лавка и мануфактурный магазин. Династия Годоловых были очень талантливыми предпринимателями. Они владели пароходами. У них была своя пристань, которая размещалась там, где сегодня располагается речной вокзал. И понятно, что когда приходили товары, то их очень близко было располагать и хранить их здесь же в подвалах. Кстати, подвалы купцов-годоловых были оборудованы настолько хорошо, что в них очень долго хранились все товары. Шли годы, добавились пристройки. После революции дом с магазинами и кладовыми Ивана Герасимовича Годолова передали губернскому военному комиссариату. В 1918 году в здании размещалось управление речного пароходства, а с середины 20 века и вплоть до начала 2000-х использовали под больницу водздравотдела. Несмотря на еще два пожара, в помещении и по сей день сохранились постройки аж позапрошлого столетия. Эта лестница сохранилась с момента постройки здания. На ее примере мы можем увидеть, как в 19 веке в красноярской архитектуре применялся стиль модерн. Дом купца Годолова сегодня – это одно из немногих масштабных каменных строений Красноярска. Мы очень хотим, чтобы в Красноярске появился музей-квартал, в рамках которого здесь будут в первую очередь, конечно же, выставочные площади современные, это и реставрационные мастерские, и, конечно же, хранения для работ, которые входят в фонды нашего музея. Прогуливаясь по миру, обратите внимание на фасад, украшенной лепниной, напоминающую цветочную гирлянду, и на балконы с ажурной металлической решеткой. Все это не дает забыть о вкладе семьи Годоловых в развитие нашего города. Прогулялись по историческим местам Татьяна Рябова и Константин Шулкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова